Пример совместного редактирования из двух аккаунтов. В размотренном примере используются два аккаунта, находящиеся два аккаунта с одного компьютера. А в принципе это могут быть не только два, а и произвольное количество ограничений. Там какие-то очень странные, не только сотен человек могут одновременно редактировать документы. Не одновременно им может быть предоставлено право совместного редактирования. Сейчас у нас в качестве редакторов могут выступать владелец, это я на домене школы, учительница школы, координатор проекта Людмила Ухова. И я в качестве редактора уже с своего публичного аккаунта открыт общий доступ к этому документу. Более того, документы опубликованы в интернете. Можно было бы потребовать отчитателей, чтобы они входили с аккаунтом Шахунской школы, то есть только для пользователей домена Шахунской школы. Но это требование снято. Зато установлено требование автоматической повторной публикации. То есть если мы сейчас введем здесь, внесемся в какие-то изменения, то у нас они автоматически в опубликованном документе будут тоже внесены. В этой полоске появляются люди, которые просматривают сейчас документы, у которых он открыт. В нашем случае это вот Александр Кононов с публичным аккаунтом в этом месте. Наш курсор стоит в самом конце, а красненький курсор, который здесь виден, указывает на местоположение курсора этого пользователя. Если мы перейдем в аккаунт этого пользователя, публичный аккаунт, то есть не почта, а домена школы или университета, а Gmail, то мы увидим у второго Кононова вот здесь. Теперь у нас курсор стоит в посредине High School, а курсор второго пользователя находится вот в этом месте. Все изменения автоматически сохраняются сразу после внесения. Они становятся видны сейчас. Проверим. Давайте что-нибудь исправим. High School. Ну, во-первых, надо закрыть кавычки. Сейчас закроем кавычки. Сохранение. Все изменения сохранены. И теперь откроем документ. Документ нас опубликован в сообществе. Учимся с Google. Заходим в это. Самообщество. Поскольку опубликован недавно, вот здесь в самом игру находится. Организация группы. Наше редактирование заключалось в том, что мы поставили вот здесь кавычки. Вот кавычки стоят. То есть автоматически это происходит. Продолжение следует...